Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас! Меня зовут Юрий Азаровский и мы находимся в Анапе. В Анапе минус 7. Это 12.24. У нас продолжается работа по помощи нашим солдатам. И сегодня меня только это сподвигло выйти из дома. Вот такой вот блогер, который не снимает снег. Холодно, ребята! Юга! Ух, какая у нас погода шикарная! Так, меня кто-то там хочет. Сначала предлагаю посмотреть. Вчера шестая школа. Большие молодцы уже не в первый раз собирают помощь для наших солдат. Как это было? Добрый день, наши дорогие друзья! Мы команда «Время помогать людям». Сейчас мы находимся в муниципальной общеобразовательной школе номер 6. Ребята собрали гуманитарную помощь для наших бойцов в преддверии 23 февраля. Шестая школа всегда вместе с нами помогает нашим бойцам. Огромное спасибо руководству, директору Татьяне Леонидовне Боровой, всем учителям и родителям, ну и, конечно же, вам, дети, за то, что вы беспокоитесь за наших бойцов, то, что вы вместе с нами пишете письма, собираете сладости. Это неоценимый вклад. Наша команда «Время помогать людям» запустила акцию «Сделай окопные свечи». Мы сейчас привезли материал в шестую школу. Это гофрокартон, парафин и банки. Для того, чтобы дети участвовали в этой акции, они будут делать окопные свечи для наших солдат. Спасибо всем большое, кто принимает участие. Спасибо вам, дети, что вы остаетесь неравнодушны. И вместе мы сила. Вместе мы победим. Здравствуйте. Меня зовут Байнина Лизавета. Я из 9-го Г-класса. Мы всей школы собираем гуманитарную помощь для того, чтобы помочь военным и поддержать их. В преддверии 23 февраля мы собрали гуманитарную помощь для того, чтобы помочь им и передать маленькую частичку тепла из дома. Большое количество гуманитарной помощи собрали ребята из шестой школы. Но смотрите, как все коробки оформлены. Письма вот так вот дети пишут. Целая газель гуманитарной помощи от детей из шестой школы. Огромное спасибо всем, кто принимает участие. Воровая Татьяна Леонидовна, директор шестой школы. Родители, учителя и дети. Спасибо большое за ваш вклад. Ребятам привет будет от вас на фронте. Ну а теперь почему я сижу в машине и еще до сих пор никуда не еду. То есть у меня все начинается вот с такого формата. Почти как раз таки накачалось. Дует сильнейший ветер. Анапу засыпало снегом. У нас во времена года хорошо. Видите, метель прям крутит. Ух, ух. Это еще не на море, ребят. Можно ложиться вот так на ветру и лежать, и все будет хорошо. Спасибо еще раз шестой школе. Но помимо этого нам приехал наконец-то мост. Давайте посмотрим, как его получил Максим. Всем здравствуйте. Вот он, родной. Приехал. То, что надо. В хорошем состоянии. Чистенький, красивый. Ничего не болтается. Скоро будем ставить. А я благодарю Артура и его друга из Ростова. Артур десятку задонатил. Не взял на этот мост, не взял денег за то, что его переслать. То есть за свой счет. Ашот, наш любимый, тоже крепко обнимая, привез этот мост к нам, к Максиму. Такая кооперация, огромное количество людей работает над тем, чтобы нашим солдатам было легче. Также сегодня ко мне обращались ребята из Ростова о том, что в Геленджик приехали. И ребята хотели поступить на службу в армии два человека. Но с ними не захотели заключать контракты. Поэтому они пойдут как добровольцы. Попросили одежду для них. Говорит, в Геленджике не может никого найти. Что реально в Геленджике никто не собирает помощь солдатам, не помогает. Там вроде бы и блогеров целая куча. И люди там задеваются хорошими делами. Ребят, включайтесь в работу. Ведь сейчас очень важно. Ведь есть только то общество, которое вместе, в единении со всем, в кооперации, будет побеждать фашистскую угрозу. А иначе все то, что вы делаете, показываете там вокруг себя, это бесценивает вас самих. Имея аудитории не помогать нашим солдатам. Это кощунство. То же самое и каннабская аудитория. Обращаясь своих блогеров мотивировать. Либо они, как говорится, молчат. Как-то не хотят озвучивать. Не хотят участвовать, когда их сородичи погибают каждый день. Но это чистое скотство. Скажу без мата. Также сегодня после работы у Максима, где-то в часико всем, мы поедем смотреть машинку еще одну. Там что-то типа буханочки. Но она такая, как автобусик сделана. Для нас как раз самое то, что нужно и важно. Ребятам, кстати, которым предназначался тот ВАЗ-хантер, за которым мы ездили, безмерно счастливо ждут, как мы его подготовим. И там уже готовятся к его приему. Придумывают разные моменты, чтобы вас как-то порадовать. Предлагают там всякие разные стрелковые оружия. Там показать, как сбрасывают влоги с коптера. Вообще очень-очень много всего. Вплоть до того, чтобы вылезти до самой передовую, поучаствовать в боевых действиях. Но я говорю, мы все-таки более мирные люди. И нам такого не надо. Нам важно, как вы живете, какая у вас там обстановочка. Ну, и если вы чего-то хотите, потому что каждый практически из вас, моих зрителей, участвовал так или иначе в помощи. Кто-то репостит наши видео, чтобы другие люди помогали солдатам. Кто-то финансово поддерживает. Кто-то посылки присылает. Я прямо рад, что вот у меня такая аудитория. Конечно, есть и те, кто говорят, нафиг это нам все надо. Но, ребят, если вы не с нами, значит, это ваши личные проблемы. Значит, вы против нас. По-другому я сказать не могу. Посмотрите, дороги у нас тут не почищены. Ну, просто зимняя Анапа. Кому скажи, что мы сейчас в Анапе, показав эту картинку, я думаю, вообще даже в голове не щелкнет, когда ты врешь. Не может быть. Но у нас еще пару-тройку дней такое будет. Сегодня я разговаривал со Шотом, когда он там перевозил как раз-таки мост этот на Буханку. Он согласен на купание. С ним договорился, давай хотя бы Нордост стихнет и потом пойдем купаться. И Юра закутан и просто до оба повращения. Ну, а мы выезжаем в сам город. Обратите внимание, трасса почищена в Анапе. То есть, в принципе, можно двигаться. Хотя, вот сейчас перед перекрестком, несмотря на то, что у меня All Season, она без шипов, то есть машинка скользит. Поэтому надо более аккуратно ехать, чтобы не создать никакие там опасные ситуации. Ну, у меня уже опыт катания по снегу довольно-таки большой. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Вот, машинки притормозили. Мы разворачиваемся и едем в саму Анапу. Перекресток с поворотом на Самбурово-Шевченко. И здесь вы можете увидеть, что тоже дорога в Анапе почищена. То есть, каких-то претензий по центральным дорогам вообще к нашим хозяйственникам нет в Анапе. Большие молодцы, что вышли, справились. Здесь я видел видео, администрация выкладывала, как ночью работали машины. И снега сейчас не идет, только холодно. Минус 6, кстати, сейчас. Из-за того, что машины были припаркованы, можете увидеть, что не везде получилось почистить снег. И тут Анапа выглядит более нарядно белая. Ну, тротуары, кстати, тоже почищены. Молодцы наши. Удварные. Ну, лучшие дороги, это чистые дороги. А там, я смотрю, даже трассы Крымская, Таврида, в некоторых местах сейчас перекрыта. Из-за того, что не успевают почистить дорожники. Вот по поводу ветра. Так машины не чувствуются. Вот видите, тут стоят дети с мамой. Там за ними стоит указатель какой-то. Он вот так туда-туда-туда шатается. Коротко о погоде в Анапе. Смотрите, как сосны колбасит. У нас сейчас самые страшные деньки. Будут идти сегодня, завтра по ветру. Будем надеяться, что город выдержит. Прям очень этого, по крайней мере, хочется. Это улица Ленина. С соснами, со снегом. Действительно, в какой-то другой реальности находимся. Здесь, видите, свет не работает. Похоже, до света нет. Посмотрите, здесь, как выглядит город. Мы приближаемся к морю. Вообще, снежная Анапа. Я думаю, эти углачки всем точно знакомы в этом месте. У меня есть улица Пушкина, кресток с Ленина. Посмотрите, как качают сосны. Анапа точно. Во владениях урагана впереди. Видно даже кусочек моря. Но до моря, я думаю, мы сегодня сходим обязательно. Сейчас вот надо добраться. Честно, немножко страшненько. Людей на улице крайне мало. Хотя, вот, у машины много стоит. Значит, на работу, по крайней мере, на наш суд. Они тут сюда все поприезжали. И вот это сквер, который мне очень нравится. В Анапе, возле морфорта. Обратите внимание, как это все здесь. Прямо воет ветер, представляете? Вот, детки играют с мишки. Анапская реальность. Это проспект Революции, друзья мои. Ну, мы едем на переулок Кордонный. И здесь, как раз таки, в гостинице Евразия. И находится то место, в котором наши девочки делают очень интересные вещи для наших солдат. Ну и ветры тут дуют. Давайте глянем одним глазком на море отсюда. А потом я вам покажу еще более красиво. Какой-то гул стоит. Снег. Набережная. Она выглядит как-то нереально классно и необычно. Потому что вы привыкли точно их видеть непосредственно в летнее классное, прекрасное солнечное время. И никого. Вообще не будет. Там, теперь работаю. Станово там. Можно посмотреть. Не забывайте лайк. Понятым Евразия. Очень страшный гул. Я не знаю, точно нету на камере. Вот тот самый Евразия нам на пятый этаж. Симпатичный интерьерчик. Юра, закутанный. На лифте. Меня сюда музыка сопровождает. Дорогие друзья, мы поднялись на пятый этаж. Здесь гостиница Евразия предоставила нам помещение. Для того, чтобы можно было прийти и заняться вот таким вот делом, как плетение сетей. Можете увидеть, как ребята сейчас этим занимаются. Сегодня у нас в гостях АИД. И они тоже помогают своими руками сделать нашу технику менее заметной. Также эти сети идут и для блиндажей. В общем, работа кипит. Тут помимо того, что работает сейчас молодежь, приходят и наши подписчицы-бабушки. Могромы очень привет. Мы к вам тоже обязательно зайдем. А также будут приходить еще и школы. Можете обратить внимание, здесь уже практически законченная работа. Но самое главное, вот в этом помещении, помимо того, что можно поучаствовать именно в плетении сетей, можно любоваться нереально красивыми видами у нас в Анапе на нашем море. А виды здесь действительно захватывающие. Конечно, в такую погоду выходить на балкон не особо хочется. Но такая возможность здесь, в принципе, тоже имеется. Сети с любовью к морю выизготавливаются именно здесь. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Пономарева Арина Владимировна. Сегодня технику вам собрались. Здесь студенты, сотрудники. И считаем, что очень важно для наших солдатов хоть немножечко помочь чем-то. Меня зовут Шум Иван Юрьевич, студент Анапского индустриального техникума. Пришел сюда, чтобы помочь. Сделать жест доброй воли. Помочь нашим солдатам, участвующим в специальной военной операции. Привет, хочу передать своему поселку Ковас, Красномерский район. Молодцы, Ковас, что такие ребята у нас. Здравствуйте, я Ирина Ангелина Дмитриевна, студент Анапского индустриального техникума. Пришел помочь нашим военным. Плести сети с нашими участниками АИТа. Ребята, большие молодцы. Им огромное спасибо за то, что они решили потратить свое время с того, чтобы где-то там что-то там помогает нашим солдатам. От души, как говорится. Добрый день, наши дорогие друзья. Мы команда «Время помогать людям». Видите, что мы начали плести маскировочные сети для наших бойцов. Мы приглашаем всех желающих принять участие в акции «Сплети сети добра» для наших бойцов. Им на самом деле это очень необходимо. Мы приглашаем всех в переулок «Кордоны-1», гостиница «Евразия-5 этаж». Нам требуются материалы. Если у кого-то есть облегченные материалы, цвет, хаки, зеленый, коричневый, бежевый, приносите все на пункт. Это необходимо, и все это пойдет на сеть. Пункты у нас находятся на Красной площади, город Анапа, и станица Гостогаевская, улица Новороссийская, 100. Анапский индустриальный техник, он пришел сегодня к нам в гости сплести сети, но они пришли не с пустыми руками, принесли пирожки. У нас здесь очень тепло, уютно, вкусно, всегда есть горячий чай, разные сладости, поэтому присоединяйтесь, девочки, здесь вам очень понравится. Уже у нас связанных три сеточки готовых для ребят. Вот так сетка готовая выглядит, хороший камуфляж. Если ребятам нужно больше, они их сшивают между собой, поэтому плетем все в одном цвете. Поэтому у кого есть, можете приносить материалы, пригодится все. Главное, чтобы были они облегченные и без блесков. Также можно трикотаж добавлять небольшими кусочками. Подходит тюль, которая без блеска. Панбонд, это, конечно, его не достать, его только закупать. Все цвета от бежо-коричневого, зеленого до хайки готовы у вас принять для благого дела. Атмосфера действительно классная, жалко, немножко ребята стесняются рассказывать о том, что делают. Но я думаю, до первого раза вполне хорошо. Мы отправляемся с вами дальше, ну а вас здесь очень сильно ждут. Приходите, поучаствуйте. Дайте свою частичку души, добра для наших солдат от души. Вот в этом уютном скверике, смотрите, как качаются птички. Слушайте, ну красиво вообще прикольно сделали перед портом, о котором я говорил. Что за звук-то такой? Где-то что-то вот так вот резонирует ветер, прям вообще страшно. Туалет здесь, видите, вот так вот. Дерево вообще ли, по 30 рублей красиво смотрится. Блин, у меня слезы черкуют, я не могу, холодно. Норд-ост. И мы идем в Владапе с вами прогуляться. Не лучшая затея, на самом деле, лучше сидеть где-нибудь дома. Я не знаю, кстати, будет у меня срочно или нет. Но запечатлеть такую красивейшую Анапу нереально. Прям очень хочется и вам передать во все ваши города. Это у нас вход в морпорт. Дорожка немножко завалена снегом. Ребята, с бутылкой чего-то горячительного, походу, здесь стоят. Не лучшие время, чтобы выпивать на улицах. И посмотрите, как выглядит наш город непосредственно под снегом. Фантастическая красота. У меня язык отмерз. Ну, когда поделаются хорошие дела, что-то классное происходит, потом, наоборот, настроение классное. У нас сегодня еще с вами впереди. Встреча с одними хорошими людьми. Такой насыщенный день, получается, после приезда. Сейчас поедем до Максима, возьмем буханку и поедем за изготовленными. Ладно, об этом впереди видео узнаете. Это мы вот в районе Капитана. Здесь все эти тропические растения смотрятся довольно-таки интересно. И сейчас будем выходить на нашу набережную. Ветер гудит. Меня сегодня прям очень сильно названивают. Очень сильно хотят где-то что-то увидеть. А я пытаюсь везде успеть. Вот так вот и живем. То есть, пляжа посмывал. Поздувало, можно так сказать. Снег весь. И на прибрежных территориях здесь работать дворником практически не надо. Все сдуло. Сильный такой норд-дост у нас. Это вот Анапская бухта. Кораблики со стеком. Ветер прям здесь бьет в берег. Но тут неоткуда браться сильной волне. Очень маленькое расстояние. Поэтому ничего страшного такого не происходит. И дай бог, чтобы так и было. Как тут холодно! Как сносит ветер! Давайте запомним Анапу такую. С кусочками снега. По городу действительно, когда едешь, гораздо больше снежной красоты. Я думаю, приду здесь тоже будет. Так, сейчас снегу. Снег есть. Какие-то отдельные кадры можно сделать. Прям довольно-таки прекрасные. Вот эти наши любимые многими лавочки-карандаши. В общем, кораблик стоит. Ну, в основном, все как всегда. Никаких изменений особо. Перед санаторием Кубани находится у нас сквер. Полос, насколько я помню, муниципальный. Люди немножко жалуются, что его подзапустили. Хотя вот сейчас я смотрю, что там уже кто-то работает. Дворники и приводят сквер в порядок. Так что, скажем, чисто Анапе. Спасибо большое, да. Вот, смотрите, что-то делают. За то, что реагируют на все обращения граждан города. Не, короче, ребят, я дальше не пойду. Меня прям вздувает. Пошли обратно в машину и поехали непосредственно до корабля без снега. Не особо интересно. Я хотел хотя бы фото корабля сделать. И поехали за Викторией. Отвезем Максиму пирожков от АИТа, который ребята оставили. И, надеюсь, он там тоже будет теплее, вкуснее ремонтировать наши машинки для солдат. МЧС Анапа. Кубань-Твас куда-то выехали с мигалками. У них, кстати, расположение здесь прям возле моря находится. Встретить людей в Анапе непосредственно в такую погоду прям сложно. Вообще идешь, город весь твой. Никого на улице сдуло всех полностью. Это Делуч, друзья мои. Памятник Пушкину. И здесь прям совершенно другая ситуация со снегом. Люди потихонечку переходят. Делуч у нас круглогодичный. Так же, как и Надежда. Поэтому здесь можно наблюдать людей. И опять попадаем в снежную Ану. Пусть здесь ветер между улиц гуляет меньше, но тоже все равно чувствуется. Тут возле гимназии проезжаем. Машинки приехали за своими детками, наверное. Ну, вот где-то, видите, не успели улицы почистить, тротуары. Они вот такие вот заснеженные стоят. В общем, город преобразился очень сильно. Мы с нами даже очень красиво. Сейчас подъезжаем к скверу Гудович. Главное, чтобы люди не спешили и пропускали всех. Потому что затормозить будет крайне сложно. Ну, и вот так вот выглядит сквер Гудовича. Вот там бегают дети с папами. Красота. Как вам, дорогие друзья, напишите обязательно. Будет интересно вас послушать. Это улица Протапова. Любимая Анапа. А это улица Крымская. Начинается от горбольницы. Здесь с левой стороны, кстати, где автобусы ходят, гораздо лучше почистили. А с правой стороны здесь такая небольшая мешанина. Но тоже сказать, что все плохо, это неправда. Потому что, в принципе, довольно-таки нормально для города, который привык жить летом. Выглядит. И, кстати, вот мы проезжали в эту сторону. Здесь не работал светофор. Сейчас обратно едем. Уже светофор будет. А вот наши коммунальщики работают. Видите? Собирают ветки, упавшие деревья. И вывозят это все из города. Тоже большие молодцы. Город, несмотря на погоду, должен быть в чистоте. Тоже самый центр пересечения Астраханской и Крымской. Так вот автобус выехал. У меня тут навстречу. Сзади мне там подпибикивает мужичок. Думает, что я должен сквозь него просочиться. Или он куда-то спешит. Я всегда так думаю. Спешишь, обгоняй. Не мешай другим. Я, тем более, еду зимой. И мне некуда спешить. День хоть и хороший, и классный. Но все-таки жестянщика. Поэтому мы двигаемся спокойно, тихо и размеренно. Мне вот интересно, если бы не было этого сигнала, он бы там кричал бы. Как это бы выглядело. Вот, видят, полетел. Смотрите, с этой стороны у нас наводят порядки. Возле администрации наши коммунальные службы. Слушайте, ну, довольно-таки интересно так с камеры ехать и показывать вам город, как он выглядит. Да, это спешащий, видите, во все щели пытается залезть. Везде всех объехать. Бывает такое. Даже возле администрации тротуара у нас только-только, видите, чистят. Не успели все почистить. В общем, к сожалению, в центре города. Ну, как зато выглядит все очень белое, красивое. Надо только, не знаю, радоваться. Такой классной Анапе. В машине с печкой гулять гораздо приятнее, чем там, на улице. Поэтому, собственно, у нас все на машинах сейчас и двигаются по городу. Доехали до Грибинской. Здесь возле Дома культура тротуары чистые. Прям образцово показательно. Ну, а дальше, пока еще, видите, работает наша служба. Пытаются справиться со снегом. Но работа ведется. Самое главное, знаете, когда ты видишь, что работают люди, тебе от этого теплее и приятнее становится. Вот когда этого не видно, тогда прям грустинка, что город бросили. А здесь вот через каждые несколько метров я вижу людей, которые занимаются этим благоустройством. У нас, смотрите, сосны на бывшей парковке здесь высадили. Будет красиво тоже. Это большой такой плюсик. Вот обратите внимание, это самый оживленный наш перекресток. Улица Красноармейская. Пересечение с улицы Крымской. Здесь люди есть, но не в тех количествах, в которых обычно здесь они находятся. То есть обычно людей здесь гораздо больше. Пришлось уходить в левую сторону из-за того, что по правой стороне здесь, по ходу, стояли машины и каша. Хотя здесь даже остановка запрещена. А это у нас перед кинотеатром Миркино. Так, все тоже в снегу, но работают люди реально. То есть я вам показываю, что работают в городе Витутси. И это не там какое-то вранье, а вот смотрите на перекрестки тоже, сквозь на зеленых устраняют. То есть город очищается от снега. И я думаю, что в скором будущем все будет чисто и красиво. Как и должно быть, наверное, в каждом городе земли. Любимая Анапа в этом плане меня сегодня очень радует. А это непосредственно район пятой школы. Здесь с тротуарами беда. Пока их еще не почистили. Хотя местами из-за деревьев здесь не так уж и много снега. Это правая сторона. И мы выезжаем обратно на улицу Крестьянскую. Это там в центр, чтобы двигаться на Анапское шоссе в сторону Максима в Анапскую. Ну, здесь дорогами я уже показывал все хорошо. Мы добрались в Анапскую на перелог Тихий, 28. Здесь находится автосервис, вектор магазинчика. Там как раз таки сам сервис. Максима сейчас нет. И мы возьмем пока Викторию съездим в Анапский водоканал. Не поверите, ну так и звучит. У нас настолько получается объединить город со всеми, договориться через там одни-третьи руки, что участвует все больше и больше людей. А зачем туда поедем? Сейчас обо всем узнаете. Все, ключики мы взяли. Машинка у нас, кстати, полностью закрывается. Тут сзади у нас, помните, мы загружали на эфире как-то в эту машину вещи ради интереса. Вот она стоит на холоде. Как все это, тут сцепление тяжелое. И накачал насос. Как вам? Рашина-парашина. Вот такие вот аппараты делал. Жалко, кстати, что создатель вазы Буханки умер. Царство ему небесное. Машина, я прям в нее честно влюбился. И я бы такой поехал, даже на ней попутешествовал. Поэтому начинаю задумываться. Ну, как бы, уходит этот весь производитель иностранный от нас. Купите у вас буханку новенькую там и куда-нибудь путешествовать. Потому что она проходит где только можно. Где только нельзя. Кстати, у нас пока Виктория. Может быть, как-нибудь потеплеет. Куда-нибудь с вами выберемся и на ней прокатимся. И у нас уже готовится, кстати, груз для того, чтобы нашим солдатам помочь. Поехать отвезти. Так что в ближайшее время, я думаю, мы уже будем стартовать. Ну, ладно, прогрели машину. Три часа дня уже не работают. Ребята, к большому сожалению. Ах, чуть не уехал. Ну, зато с Викторией повидали. Значит, в следующий раз. Сейчас, значит, отправляемся в сторону дома. Буду монтировать видеосюжет. Вас, ребят, хочу всех еще раз поблагодарить. За то, что вы поддерживаете, помогаете. Все, кто участвует, тратит свое время. Приходите к нам в Плести сети. Потихонечку запускаем еще и окопные свечи. То есть мы уже передали материал в АИД. Там будут ребята делать, в школах будут делать. То есть потихонечку двигаемся, делаем, приближаем. Общие победам. Дай бог, чтобы скорейшее мирное небо пришло как можно быстрее. И зависит это сейчас от каждого человека. Чтобы общество поддерживало наших ребят, которые там. А тех, кто не поддерживают. Надо реально где-то писать в какие-то документы. Этот человек был против. Этот человек там не поддерживал. Высказывался негативно там и так далее. Чтобы они не имели никакого в нашей стране права голоса вообще. От слова совсем. Чтобы эти люди не участвовали в руководстве нашим государством. Потому что когда оно в беде, а ты в стороне, так не должно быть. И в этом я еще раз говорю. Следите за теми людьми, кого вы слушаете, с кем общаетесь, кого любите, уважаете с той стороны экрана. Многие же смотрят разные каналы. И спросите их о том, а что, как ты относишься к тому, что там ребята твои погибают, а ты ходишь и морозишься. В таком духе. Друзья мои, всех крепко обнимаю. С вами был Юрий Озаровский. Увидимся с вами в следующем видеосюжете. Я не хочу с вами прощаться. Жизнь она коротка. И живем ее достойно. От души, друзья. Всем пока.